Девушки отдыхают Тема прикольно названа Мухомор против псилоцибиновых грибов На самом деле, конечно Так, я сейчас ничего тут не поврежу На самом деле, никакого Противостояния, естественно, не существует Это просто красивое название Тема довольно сложная Всеобъемлющая Поэтому Я думаю, что мы с вами поступим так Сначала я Я совсем немножко Расскажу о псилоцибиновых грибах Потому что много о них рассказывать не имеет смысла Уверен, что многие из вас Знают о них больше, чем я сам Потом мы Перейдем к мухомору И это будет Основная часть истории Во всей его красе и величии А в конце Снова вернемся немножечко К псилоцибиновым грибам Уже на фоне полученной по мухомору информации В плане сравнения А есть ли против И чем они отличаются Эти два гриба И для чего Каждый из них на самом деле Нужен Если подходить к ним Не с точки зрения Just for fun А для Причинения ими Нашему организму Реальной пользы Знаете ли вы Для чего Изначально Грибами был Синтезирован Псилоцин И соответственно Все его Производные Ну вы можете быть уверены Что безусловно Не для нас Для нас вообще Никто никогда Не старался И грибы в том числе Не для нас Они стали съедобными Не для нас Они стали лекарственными Не для нас Они стали ядовитыми И не для нас Они стали энтеогенными Так совпало Что ряд Их действующих Веществ Оказался Сродственен К нашим Рецепторам Или определенным Органам Тканям Или системам И начал Показывать Такую-то Или такую-то Работу Псилоцин Возник Независимо В нескольких Группах Грибов И его Основное действие Было направлено На то Чтобы отпугивать Насекомых И почвенных Червей То есть Когда Какая-то Мушка Пытается На псилоцибиновый Гриб Отложить яйца Из него Выводятся Личинки Личинкам Сразу становится Неохота Есть Мякоть Псилоцибинового Гриба Он Не токсин Для них Но он Резко Снижает Аппетит И у Несчастной Личинки Возникает Острое желание Покинуть Этот Непитательный Субстрат Соответственно У почвенной Нематоды Возникает Желание Не пожирать Этот мицелий В толще Земли Или древесины А Отползти Куда-нибудь В сторону И соответственно За счет Снижения Пищевой Активности Эти грибы Таким образом Боролись С так называемыми Микофагами То есть Поедателями Грибов Удивительно Что Это изобретение Оказалось Настолько Универсально Что те из нас Кто пробовал Псилоцибиновые Грибы Запрещенные На территории Российской Федерации На протяжении Многих Часов Не испытывают Желание Есть Это Нормальный Наблюдаемый Признак И получается Что это работает Не только на Челенистоногих И червях Но и отчасти На некоторых Высших Животных Вот что такое Изначально Псилоцин А в нашем Случае Вышло так Что И предшественник Нашего Серотонина И предшественник Псилоцина Одно и то же Вещество Триптомин Он же Л-триптофан Который В одном Случае Если Его молекула Карбоксилируется По пятой Группе Привозит К получению Серотонина А если По четвертой Группе То к получению Псилоцина И всех его Аналогов Псилоцибина Биоцистина Рогиноцина И так далее И так далее За счет Родства этих Молекул Псилоцибин Псилоцина И их аналоги Оказывают Мощное Влияние На наш Мозг Аналогичное Серотонину Вот Еще одна Случайность Которая Позволила Юному Человечеству А вернее Его предкам Начать Некоторые Революционные Преобразования Которые Завершились Вот всем Этим Безобразием Возникновением Религий Культуры Длительной Забавной Истории Человечества И так далее И так далее Не буду Да я в этом особо И не разбираюсь Я не биохимик И не психолог Я просто Миколог И этномиколог У меня лапки Любой психолог И биохимик Настоящий Оставят от меня Высушенную шкурку Если я начну Пытаться Как-то внятно Говорить Обо всех этих Сложных Вещах Но Отбросив Всю предысторию Потому что Это заслуживает Отдельной лекции Да и я Капельку Коснулся Этой темы Вчера Когда Чуть-чуть Самыми редкими Вехами Набросал Как Энтеогены Вообще Повлияли На человечество Начиная с возникновения Института шаманизма А потом И всех прочих Религий Вместе с Последующей культурой То В целом Действие Псилоцина На нас Всем известно Да Это Достаточно Легкий Психоделик Который В случае Нерекреационного Применения Ну когда Типа просто Закинулись И классно Да Посмотрели Как что-то Цветится по краям Как что-то Колышется Как что-то Из чего-то Вырастает Как Вдруг Можно начать Видеть звук Или слышать Цвет Да Бывает Всякое С точки зрения Практического Использования Это классно Да Потому что Именно благодаря этому Сейчас по всему миру Идет волна Медицинской Легализации Псилоцибиновых Грибов Именно в плане Психотерапевтики Никто Никогда Из психотерапевтов На протяжении Больше чем 100 лет Не мог о таком Даже мечтать Именно поэтому Несмотря на все Запреты Мне до сих пор Удивительно И конечно Это не в России Да У нас действует Система Умерла так умерла Если что-то Однажды запрещено То я еще не знаю Случа Чтобы это снова Было разрешено Но В мире случаются Прогрессивные истории И поэтому Волна использования Псилоцибина В психотерапевтическом Плане Очень хороша В смысле Она есть И это очень хорошо Псилоцибин Мягкое вещество Которое Позволяет Эффективно Самому Докопаться До своего Внутреннего Я Это можно назвать Подсознанием Или Своим Эго Или еще как-то Повторюсь Я не психолог Осознать Что по ходу жизни Начиная с классических Детских травм Было Не так И в том числе Понять А что Не так Происходит Сейчас Очень интересно И это Тысячи Подобных Опытов Когда люди Впервые Употребившие Псилоцибиновые Грибы Вдруг понимали Что у них Неправильно Что они Ходят Не в тот Офис Женаты Не на той Жене Занимаются Не теми Делами Живут Не в том Месте И меняли Свою жизнь Кардинально Вот Что В принципе Могут Нам дать Псилоцибиновые Грибы И это Здорово По поводу У них Существует Много Мифов Например То Что Псилоцин Сам по себе А есть Еще в грибах Какой-то Токсин И если Допустим Их отварить Или выдержать В меду Или сделать Спиртовую Или водочную Настойку То дальше Это будет Чисто продукт Который Не даст Никаких Побочек Это Обман Или Самообман Потому что Псилоцин И псилоцибин Это Одновременно И Интерагент С психоделиком И Слабый Токсин То есть Что с ним Не делай Он Как правило Окажет Некоторую Токсическую Побочку Которая Выражается Обычно В чувстве Вот этого Входа Которая Выражается У кого Как Я конечно Об этом Рассказываю Чисто Потому что Так врали Очевидцы Сам я никогда Этого не употреблял И это Просто Статистическая Информация Головняк Вот этот Головная боль Чувство тошноты Некоторые Отупения Которые проходят По разному Там от 5 минут До получаса И дальше уже Начинается Классическая Классика Иногда И чувство Выхода Тоже бывает Отпускает Отпускает Не сразу Порциями С флешбеками И тоже С некоторыми Ну такими Немножко Мутноватыми Скажем так Состояниями Организма На самом деле Ничего страшного Главное Здесь Не переборщить Сейчас Я Отложу Немножко Псилоцибиновые Грибы В сторону И Давайте Мы с вами Поговорим О мухоморе Это будет гораздо более длинный рассказ И Сразу предупреждаю Если окажется Что я ухожу куда-то Совсем в сторону Потому что Я это легко делаю То Вы меня возвращаете Да Делаете Типа Эй Мы про мухомор Да Вот так И Тогда все будет хорошо Итак Мухомор Это Уникальное явление Это Единственное Из грибов Который Обладает Таким Набором Характеристик Которым Больше Никакой Из грибов Не обладает Он может быть Съедобным Он может быть Ядовитым Он может быть Лекарственным Он может быть Энтеогенным И В придачу ко всему Это Космогонический Объект То есть Это гриб Который Послужил Основой Для Объяснения Структуры Мироздания У примитивных Народов И Стал Родоначальником Большинства Современных Религий Включая Всю Авраамическую Ветку Кто знает Что такое Авраамической Религии Друзья мои Некоторые руки Видны И это Прекрасно Есть Есть Извращенцы Как я Замечательно Это очень Хорошо Итак Давайте Сначала Начнем С Простых Характеристик Постепенно Переходя К все Более Более Сложным Итак Мухомор Как Съедобный Гриб Вот это Совсем Просто Через Какое-то Время Я объясню Почему Над ним Висит Флер Ядовитости Опасности Реальной Смертельной Даже Угрозы Но На самом деле С Точки Зрения Токсикологии Красный Мухомор Я говорю Сейчас В первую очередь О красном Мухоморе Не о пантерном Да И тем более Не о бледной Паганке Которая тоже Мухомор Мухомор Зеленый А о красном Мухоморе Так вот Его Летальная Доза Для человека Взрослого Человека Весом Там Килограмм 70 А не туши Такой Как я Где-то Порядка 10 Чтобы эффективно Убиться Насмерть Красным Мухомором Нужно Съесть Порядка 10 Килограммов Свежих Не важно Вот То есть Вот Две корзины Грубо говоря Не такие Прямо Вот Корзины Но Вот Две Хорошие Средние Корзинки Это Пробуждается Микрофон Раз 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 Ввери колонку Вот Раз 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 Чтобы Не фонил Ага В ту сторону Ну что Это Уже Хорошо А Антон Так лучше слышно? Ну и замечательно. Итак, чтобы употребить мухомор как съедобный гриб, достаточно отварить его дважды по 10 минут. Те, кто грибники, должны знать, что время отваривания считается не с того момента, как гриб бросили в воду, а с момента закипания. Итак, 10 минут гриб покипел, потом вы слили отвар, еще раз 10 минут гриб покипел, и вы опять слили отвар. И вот после того, как все волшебство ушло вместе с отваром в раковину, вы начинаете готовить мухомор как любой обычный съедобный гриб. Его можно жарить, тушить, варить из него суп. Если вы хотите суп из сушеных мухоморов, на манер белых, допустим, сушеных, или лисичек, то отваривать, конечно, не надо. Грибы нужно высушить при высокой температуре, желательно выше 80 градусов, а потом выдержать в темном, теплом, сухом месте при доступе к кислороду обязательно. Обязательно. Чем медленнее говоришь, тем лучше работает микрофон. Так, ну, чего будем делать? Может быть, этот лучше, не знаю. Давай с двух рук, по-македонски. Подожди, дара попробуй. Может, и этот? Да, да, звучит. Хорошо. Так вот, если хотите суп из сушеных мухоморов, то высушивайте после этого не меньше, чем полгода. Выдерживайте при доступе к кислорода. За это время мусцимол, если какой там и остался, улетает. И дальше спокойно варите грибной суп. Вот, собственно, все. То есть, мухомора как пищевой объект, это вполне доступная для нас людей штука. И по вкусу он очень хорош. Мухоморы вообще на вкус очень приятные. Грибы – это вкусный рот. Вот, допустим, знаменитый цезарский гриб у итальянцев, да, итальянцы называют цезарский мухомор овали, от слова ова – яйцо, потому что они собирают его в стадии яйца, пока шляпка не прорвала вот эту оболочку и не вышла. И больше всего они любят жарить его на гриле. Не могу описать вкус мухомора. Он очень тонкий, нежный и при этом сильный. Ну, вот он такой очень свой собственный. Есть такие вкусы, которые нельзя описать. Ну, какая на вкус лисичка? Как лисичка, да? Ну, вот, ее не с чем сравнить. Вот мухомор на вкус как мухомор. И поверьте, это вкусно. Более того, те люди, которые выжили после отравления бледной поганкой, с большим пиететом отзываются о ее вкусе. Потому что бледная поганка – это тоже мухомор. Теперь скажу пару слов о мухоморе как о ядовитом грибе. Потому что его нейротропное действие, то, что мы называем энтеогенным и психоделическим, с точки зрения токсикологов, это реальное отравление и воздействие на нашу нервную систему. У мухомора есть два основных действующих вещества. Это иботеновая кислота и ее производная мусцимол. Забавно, что история мухомора начиналась не с них в плане токсикологии, а с мускарина. Многие из вас наверняка слышали, что в мухоморе есть мускарин. Это его основной токсик. И когда-то считалось, что он же и его галлюциноген. С мускарином забавная история. Еще в конце 19 века два немецких биохимика вытащили мускарин из мухомора. И даже расшифровали его биохимическую и пространственную структуру. Это была невероятная, немыслимая удача для того времени. Потому что обычно мускарина в мухоморе, а вещество получило название по мухомору, аммонита мускария, да, и отсюда мускарин. Его там или вообще нет, или есть в количестве до трехтысячных долей процента. Одна трехтысячная. Невероятная удача, но тем не менее, мускарин до середины прошлого века считался ядовитым веществом мухомора. Есть много грибов, в которых мускарина действительно полно. В первую очередь это волоконницы, родственники паутинников, и некоторые светло окрашенные говорушки. Мускарин – серьезный нейротоксин, и если его переборщить, то может даже наступить смерть от остановки дыхания. Но мускарина в красном мухоморе нет, или есть только следы. И поэтому, ну, спустя годы изысканий, тоже интересная история, соревновалась швейцарская и голландская лаборатории. Они устроили гонку за тем, кто первым откроет настоящее действующее вещество мухомора. Так вот, сейчас уже хорошо известно, что иботеновая кислота – это очень слабый галлюциноген и приличный токсин, а мусцимол – это вообще ни разу совсем никак не токсин и чистый галлюциноген. Поэтому, с точки зрения токсикологии, самое сильное отравление, которое можно получить от красного мухомора, это отравление либо свежими грибами, либо грибами, которые прошли недостаточную термическую обработку или, допустим, были сразу пожарены без предварительного отваривания. Потому что иботеновая кислота, и мускарин, иботеновая кислота, и мусцимол, они не разрушаются при отваривании, то есть они термостабильны. Но они легко выходят в отвар и удаляются вместе с ним. При любом раскладе, чтобы серьезно отравиться красным мухомором, нужно съесть очень и очень много. Единственный зафиксированный смертельный случай за всю историю медицинских наблюдений до последних где-то 3-5 лет назад произошел опять-таки в конце 19 века в штате Калифорния, когда 4-летняя девочка заблудилась в лесу и несколько дней прожила там, питаясь исключительно красными мухоморами, потому что это были большие красивые грибы. И то, если бы это было в наше время, то усилиями современной медицины, с учетом способов детоксикации, лаваш и все прочие истории, однозначно бы ребенка спасли. В последние годы за счет того, что по миру пошла также когда-то псилотибиновая, теперь у нас пошла мухоморная волна, в Европе уже отмечено несколько случаев еще не смертельных, но впадения в колу. Поэтому, ну понятно, да, молодежь бывает разная, и кто-то, услышав про мухоморы, мог съесть такое количество сырых, что, видимо, и привело к таким результатам, особенно с учетом того, что к мухомору бывает сверхчувствительность, так же, как и сверхнечувствительность. Причем нечувствительность встречается чаще. Но поскольку объем выборки растет, и число людей, употребляющих мухоморы, постоянно растет, то я думаю, что в ближайшие годы мы будем сталкиваться с все большим количеством, все более интересных и поучительных случаев. Поэтому, еще раз, мухомор, как токсический гриб, ничего серьезного, страшного из себя не представляет, и если подходить к нему достаточно аккуратно и уважительно, то никакой серьезной угрозы для нашего здоровья он не несет. О лекарственных свойствах красного мухомора можно рассказывать долго. Если мы возьмем леса нашей страны, ну, по крайней мере, среднюю полосу, то из того, что растет на деревьях, самым лекарственным грибом можно назвать чагу, а из того, что растет на земле, самым лекарственным однозначно окажется красный мухомор. Вот я сейчас думаю начать перечислять все, для чего он полезен, и прямо даже не получается. Порядка 200 заболеваний есть, начиная от облысения и канцерогенеза, и заканчивая туберкулезом и заболеваниями кожи, со всеми мысленными переходами и вариантами, все это в той или иной степени эффективно, может гриб либо вылечить, либо, как, например, в случае псориаза, загнать в стадию стойкой ремиссии. Псориаз мухомора, конечно, не лечит, но, по крайней мере, он вполне способен позволить больному псориазом выходить на улицу так, чтобы на него смотрели и не знали, что у этого человека есть псориаз. Мухомор прошел длительную сначала народно-медицинскую историю, а потом и официально-медицинскую, но все, что касается официального использования красного мухомора в медицине, так или иначе, заканчивалось ничем. В первую очередь, это происходит потому, что, например, и в плане онкологии, и в плане туберкулеза, и в плане эпилепсии, мухоморов при применении требуют серьезных дозировок. А серьезные дозировки мухомора чреваты непредсказуемым поведением пациента. Поэтому в большинстве случаев клинических испытаний, грипп в этом плане не прошел. Хотя в случае конкретно эпилепсии, мне это очень и очень странно. Тут прямо хочется задуматься о какой-то конспирологии. Хотя я не верю в конспирологию. Но, начиная с 70-х годов, мусцимол, чистое вещество, исследовалось в плане эффективного инструмента против эпилепсии. И исследования, начавшись с крыс и пройдя через кошек и собак, дошли к 2000-м годам до обезьян. Это так называемая фаза 2. После этого уже должны были быть добровольцы из людей, потом выпуск пробного препарата и тест в определенных регионах, и дальше уже запуск реального антиэпилептоидного препарата. И вот вдруг, почему-то, все исследования разом прекратились. Как отрубило. Без каких бы то ни было объяснений. Я копал очень глубоко, и я не нашел. Я искренне не понимаю, в чем причина. Удивительно это еще и потому, что у мусцимола нет никаких побочек. Это чистый энтоген. И не только энтоген. Он снижает активность прохождения сигналов в синапсах головного мозга. И в первую очередь за счет этого давит приступ эпилепсии. Потому что эпилепсия это как раз резко возникающая гиперактивность прохождения сигналов в нашей голове. У мусцимола нет синдрома отмены. После того, как ты прекращаешь принимать этот препарат, у тебя нет никаких побочек. И почему эти исследования были прекращены, вот я искренне не понимаю. Это, пожалуй, единственный случай, когда начинаешь задумываться о конспирологии как о явлении. Что касается туберкулеза, классно грипп работает в этом плане. И на протяжении 19-го и 20-го веков многие клиники эффективно использовали красный мухомор сырым при приеме внутрь для излечения разных форм. Туберкулеза мегагенных, бактериальных, неизвестных. Да, туберкулеза сложная штука. Могу вам рассказать, опять-таки, да, это не вошло в практику только потому, что во многих случаях неадекватное поведение пациентов не соответствовало суровому облику туберкулезного стационара. Хотя некоторые врачи на свой страх и риск на протяжении десятилетий продолжали эффективно исцелять пациентов, и это вполне работало. То же касается и рака. То же касается, между прочим, и гельминтов. Во всех этих случаях мухомор отлично работает. Могу рассказать вам классную историю, я ее регулярно рассказываю. Я не знал, что она мне пригодится, потому что тогда я еще не знал, что я стану этномикологом и буду собирать всякие подобные кейсы. Это случилось со мной еще в студенчестве. Но история чрезвычайно поучительная, практически библейского качества. У меня был однокурсник, у которого был дядя. И дядя этот был профессиональный сиделец. Из тех людей, которые, отмотав положенное, выходят наружу и не понимают, что делать в этой странной реальности, поэтому, совершив привычные действия, возвращаются назад. И вот, отсидев уже где-то в сумме почти 30 лет, в районе полтинника, то есть, примерно, как я, он был отпущен из мест заключения умирать, потому что у него была последняя стадия туберкулеза, и он попал под какую-то малую амнистию, и его отослали помирать домой. Ну, типа, не загрязнять на месте. Жил он где-то в Карелии. Второй раз сегодня уже Карелию упоминаю, да? Какое-то это место силы. Грибной. Так вот, у него там был дом в какой-то деревеньке. И он там поселился и, собственно, начал доживать. Ну, а как доживать? Естественно, он просто квасил. А рядом с ним жила, ну, по моим меркам, молодая соседка. Лет так 30. И она, увидев эту картину, подумала, дом хорошо, а два-то дома лучше. И стала захаживать к этому товарищу в гости, и слово за слово, стакан за стакан, и, в общем, достаточно быстро она его на себе женила. Ну, это, понятно, нетрудно. То там столько времени, а тут молодая, красивая девушка. И вот, молодая семья, девушку ждет освобождение дома. А дом не освобождается. Потому, а мужик, я с ним встречался потом, спустя годы. То есть ему уже было под 70, а мне, соответственно, за 30. Вот, вот такой вот шпентик, вот, ровно в половину меня. Одни какие-то кости там, жилы, вообще ничего нет. Вот, просто как торшер можно его переставлять. И он квасит и не умирает. И, в общем, эта ситуация стала ей не доедать, потому что, ну, сколько можно ждать. И она стала думать, а как бы это дело ускорить? Ну, понятно, что пусть даже и Карелия, и деревня, все равно кругом погоны, и не стрельнешь, и не утопишь, и вообще вот как-то так быстро и явно не уберешь. И она решила мужика отравить. А чем надо травить? Самым страшным и ядовитым на свете грибом, жутко опасным, красным мухомором. И она пошла собирать мухоморы, и начала его ими кормить. И в суп она его ему, и жарила она их ему. И вот он ест от мухоморы, зима пришла, зимой сушеный, соответственно, в супе он потреблял. А весной, как положено всем туберкулезникам, он уйдет в диспансер и на очередное обследование. Они ему говорят, ты типа чего пришел? Ты уже давно помирить должен был. Не знаю, типа у меня график. Значит, они его обследуют и говорят ему, ну, мы не поняли, как это, но у тебя стадия ремиссии. Он говорит, это чего? Ему говорят, типа выздоравливаешь. Он говорит, да. И возвращается с классной вестью к своей молодой жене, радует ее этим. Ну, жена, наверное, держит лицо. А он на радостях начинает квасить еще сильнее. А она, соответственно, весь новый сезон начинает еще активнее пичкать его мухоморами. Она думает, ты, зараза, такой проспиртованный, что тебя в таких нормальных количествах не берет. Сейчас я тебе устрою. И вот проходит еще год. И, соответственно, весной следующего года... Ау! Уа! Антон, заворачивай! Да, нет. 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 Есть? Да. Да. Да, но тише. Да. Можно? Да. Да, добавить. Так вот. Идет он на вторую проверку к врачам. И говорят они ему, ну, мы обратно не поняли, но ты типа выздоровел. Значит, мужик вообще с офигенно радостной вестью возвращается к молодой жене. И тут уже ее лицо не удержишь, конечно. Она начинает квасить вместе с ним, потому что реально горе. И я вот не помню, к сожалению, точную дату, но то ли через два, то ли через три года она умирает от алкоголизма. И у мужика, оказывается, два дома. Вот если это не по-библейски, то я не знаю, что. Ну, глобально вы должны понимать, что красный мухомор – это здорово лекарственный гриб. Это знают все коровы и козы, да, лоси. Лоси – это самые червивые животные в лесу. Если завалить лося и вскрыть его, то чего там только кишечь не будет у него внутри. Но как только начинается сезон мухоморов и заодно лисичек, да, лисичек тоже классный противогельминтный гриб, то лось очищается только в путь. Опытные ветеринары знают, что если по стаду коров пошли опухоли, то они добавляют им сырые или сушеные мухоморы в корм, и все это достаточно быстро проходит. Но надо иметь в виду, что всегда при этом возможны очевидные побочки, которые могут проявиться в странном поведении. Давайте не буду я больше рассказывать про лекарственные свойства. Может быть, если нам хватит времени, мы вернемся к вопросу микродозирования мухомором, потому что это вообще отдельная история, никак не пересекающаяся с его свойствами, когда он принимается в макроколичествах. Но давайте не будем просто... В принципе, сейчас и литература доступна, можно много чего в медицинском плане про мухомор прочитать. Сейчас снова, наконец-то, начато исследование, в том числе и касающиеся эпилепсии. Поэтому, видимо, кого-то как-то отпустило, да, или какая-то конкуренция прекратилась. Не знаю, что. Но имейте в виду, что мухомор – это лекарственный грипп номер один, наравне с чагой. Они вместе делят это место на пьедестале наших лесов. Между прочим, что интересно, и симбионтный партнер основной, и у чаги, и у мухомора один – это береза. То есть для мухомора береза – это симбионт, а для чаги береза – это жертва. Да, потому что чага – это паразит береза. Теперь давайте попробуем перейти к длинной и сложной истории, которую сыграл мухомор в истории человечества. Сейчас я попробую по возможности кратко все-таки рассказать вам, что сделал для нас этот грипп. Если представить себе мухомор, где он у нас там валялся, кстати, он не очень наглядный, потому что еще молодой, и шляпка у него недораскрытая, и кольца на ножке еще не верена. Вот, вот он красавец. Да? Вот, посмотрите. Какому бы грибу еще аплодировали, а? Вы посмотрите, как это замечательно. Так вот, с точки зрения космогонии у племен Палеоарктики, то есть от Скандинавии и до Аляски, у подавляющего большинства народов красный мухомор был прообразом Вселенной. Так же, как, допустим, у меньшего числа народов яйцо птиц. И яйцо раскалывается, это первоисточник, первожар, из которого что-то появляется. Мухомор тоже сначала выглядит, как белое круглое яйцо. Потом яйцо раскалывается, с точки зрения физики это как раз большой взрыв, наверное. И он трансформируется вот в такую структуру. В основании у него остается клубень. Это я его сломал неудачно, да? Часть мяса осталась в земле. Клубень это нижний мир, где живут духи наших предков, где существуют всякие хтонические персонажи. Да, все отрицательное, демоническое, то, чему положено находиться под землей. Кольцо, которое посередине ножки, здесь его не видно, потому что оно еще не отделилось от шляпки. Это наш срединный мир, где растут деревья, стоят горы, текут реки, ходят животные, летают птицы, живут люди. И шляпка, вот на ней практически не осталось белых точек. Это верхний мир, это небо. Белые точки, это звезды. И ножка, это то, это аналог скандинавской мифологии всемирного древа ясеня и трассиля, которая пронзает все эти миры и грамотным людям или самому мухомору в виде его духа позволяет перемещаться между всеми этими слоями реальности и осуществлять там профильные действия. Точки на шляпке мухомора, как звезды, это очень древняя и очень устоявшаяся в памяти структура. Например, в Лапландии до сих пор существует поверье, что если найти мухомор с семью белыми точками и съесть эту шляпку, да, как вот когда-то раньше, ну вы все молодые, да, вы не застали этого времени, когда ты в автобусе или троллейбусе отрывал билетик и там было шесть цифр. И вот если сумма первых трех совпадала с суммой вторых трех, то это был счастливый билет, его надо было съесть, загадав желание. Тогда никто не знал про свинцовую краску, да, типографскую и все прочее. Но тем не менее, вот семь белых точек на шляпке, это вау. Это как у индусов просто сразу перерождение броминовым в следующей жизни. Все проблемы решались. Почему семь точек? В ковше, да, мы это называем большой медведицей, в нем семь точек. А для палеоазиатов семь точек, это было созвездие большой лосихи. Ну, у кого корова, да, у кого медведь, у кого лось. Но ковш, это было универсальное стандартное решение в виде созвездия для севера. И поэтому приобщение к небу путем поедания такого мухомора, это было круто. Культ мухомора очень древний. Это подтверждается находками определенных петроглифов. Знаете, что такое петроглифы? Петр, 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 петр это камень, глиф это, соответственно, рисунок. Наскальные рисунки. Древнейшие находятся в Африке и насчитывают десятки, если не сотню тысячелетий. Но у нас на Чукотке, в урочище реки Тектемэ, впервые были обнаружены петроглифы, которые изображали грибоголовых людей, людей мухоморов. И возраст этих петроглифов оценивается где-то в 5-7 тысячелетий. В прошлом году мы с женой были в экспедиции на Алтае, потому что это известное место, где есть несколько локаций с большим количеством петроглифов, в том числе с грибоголовыми людьми и с изображениями грибов как таковых. И по старым местам пройдясь, да, мы нашли то, что было, но не меньше, чем в 5 новых локациях мы обнаружили новые, еще неизвестные, грибные грибоголовые петроглифы. То есть грибоголовые люди. Что такое грибоголовый петроглиф? Это человек, как правило, шаман или охотник, у которого голова замещена шляпкой гриба. Как вариант, и в первую очередь это чукотка, изображается девушка или женщина, у которой над головой присутствует мухомор или целиком, или в виде шляпки. Это отдельная ветка мифологии, про это я чуть-чуть говорил вчера. Это так называемые мухоморные девушки, которые уводили шаманов и охотников в лес. Люди на них женились виртуально, проживали так жизнь. Отдельная интересная история. Так вот, древний, я сейчас отойду немножко от палеоазиатов и пойду немножко в другую сторону, но снова вернусь к этому вопросу, когда мы будем рассматривать непосредственную работу мухомора, практики с ним и объяснять это явление. Древний культ мухомора сложился не менее 20 тысяч лет назад. Это соответствует тому периоду, когда человечество, пройдя путем из Африки в Европу, а потом и в Азию, а потом уже в сторону Дальнего Востока, эффективно освоило эти регионы. По ходу продвижения по планете люди всегда искали энтеогены, потому что без энтеогенов человечество существовать не могло. Весь первоначальный институт жречества опирался на действия энтеогенов. Сначала это были грибы в Африке, потом, когда люди пришли в Евразию, наступило уже много чего, и конопля, и маг, и гармала, и там, ну, в общем, много чего можно перечислять, и все, что связано с беленой турманом, с прыньей, много было сделано новых открытий, а когда человечество перешло уже примерно 10 тысяч лет назад в Берлингов пролив, тут-то нашли и бьет, и псилоцибиновые грибы, и коку, а потом уже совсем на юге увязку. Без энтеогенов люди не жили никогда, потому что только так жречество могло поддерживать свою сакральность и отделенность от всей прочей паствы. Таким образом, оно получало божественные знания. Так вот, попав в те места, где не было никаких энтеогенов, кроме мухомора, и это было, еще раз повторюсь, почти 20 тысяч лет назад, люди очень эффективно освоили одну священную пару, ну, скажем так, растений. Мухомора некорректно называть растением, да, это гриб, но с точки зрения мифологии или шуманизма, или энтеогенных практик, это растение силы. Поэтому в каком-то смысле растением мухомора назвать можно. Очень давно сформировалась священная пара, которая представляла из себя союз березы и мухомора, гриб и дерево. Береза священна во многих культурах, не только в славянских, она священна и в Великой Перми, бывшей, и дальше, вплоть до Дальнего Востока, в тех регионах, где она произрастает. Многие интересные опряды, ежегодные, сезонные, связанные с березой, но не будем об этом, хотя во многом это, опять-таки, потому, что береза – это одно из самых лекарственных деревьев наших лесов. Эта связь, отраженная в том числе и в петроглифах, просуществовала длительное время до последнего Великого Леденения, которое произошло где-то 10-12 тысяч лет назад, когда со стороны Северного Ледовитого океана попер могучий леденник, который начал оттеснять человечество на юг. Люди сдвигались неравномерно, потому что языки ледника тоже ползли неравномерно. Например, если взять территорию нашей страны, то лед в двух местах, скажем так, не дополз. В одном случае он остановился напротив Кавказа, не дойдя до Кавказа, и в другом случае он остановился на Дальнем Востоке, немного не дойдя до Приморья. Во всех остальных местах он пошел дальше. И поэтому, кстати говоря, и Приморье, и Кавказ – это те места, где уцелели настоящие реликтовые смешанные леса, которые не сохранились больше нигде. Мы по ошибке думаем, что смешанный лес – это елка, береза, осина, сосна, а на самом деле это антропогенные леса, которые возникли после массовой вырубки, и вот как-то они там крутятся, самовозобновляются. Настоящий смешанный лес – это когда сосна или кедр, в случае хвойников, смешаны с широколиственными деревьями – дубом, каштаном, грабом, буком. И вот такие смешанные леса остались только в двух местах у нас – там, куда не дошел ледник. И удивительно, но оказавшись в таком лесу на Кавказе и в таком лесу на Дальнем Востоке, фиг поймешь без особых ботанических знаний, а где именно ты оказался. Разница чрезвычайно невелика. Итак, человеческая часть, которой менее повезло, была вытеснена в сторону от части между речья, где возникла шумерская цивилизация. Шумерская цивилизация примерно с 7 тысяч лет назад взяла путь в сторону научного, не побоюсь такого слова, развития. Еще до китайцев они прородили астрономию, мореходство, математику, письменность и так далее. По большому счету, вся европейская культура и все европейские религии происходят от древних шумеров. Получилось так, что люди, для которых священной парой были гриб и дерево, мухомор и береза, оказались в тех местах, где ни берез, ни мухоморов не было. Соответственно, получается, цирк уехал, а клоуны остались. То есть, произошла естественная трансформация, преобразование этих двух объектов с сохранением всей предыдущей религиозной парадигмы в новые. И через хетскую, потом иудейскую, да, я делаю огромные прыжки и прочие религии, вот эта вот пара, мухомор и береза, трансформировалась во что, как вы думаете? Во что угодно. Это прекрасное предположение. Мы вообще живем в антропийном мире, и поэтому, возможно, все подряд. Эта пара преобразовалась в райское древо и запретный плод. Вот что это такое. Вот что такое все современные афраамические религии. И если бы я сказал это лет 20 назад, то можно себе представить, какова бы была реакция. И она и была такой, потому что, когда еще в 70-м году великий исследователь Джон Марко Олегро, который расшифровал кумранские свитки, высказал первое в мире предположение о том, что все религии имели эндогенное происхождение, а конкретно афраамическая ветка, обязанная этим красному мухомору, а он был блестящим палеолингвистом. То есть он первым проследил, начиная с древнейших, вымерших языков, как вот это красное и круглое постепенно трансформировалось, путешествуя через разные языки, в другое красное и круглое, которое уже в 18-м веке стало называться яблоком. Яблоко это очень молодое явление. До этого был просто запретный плод, плод познания и так далее. И как вот то дерево, которое было еще березой и белым, постепенно меняясь в описаниях и переходя из языка в язык, стало тем самым священным райским древом. Да, это доказанный факт. На эту тему существуют уже десятки написанных монографий, в том числе и палеолингвистических. Их палеолингвистика, сравнительная палеолингвистика, это наука, которая изучает и сравнивает вымершие языки, и то, как они трансформировались, и что из них частично может быть дошло до наших дней. Если еще в начале 2000-х библеисты, теософы и прочие подобные им ученые писали яркие возражения, то последние лет 10 я таких возражений не вижу. Потому что по факту, исходя из суммы изложенных фактов, ничем кроме причитаний возразить здесь нельзя. Поэтому не только энтеогенное происхождение религий, но и конкретное происхождение всей авраамической ветки от культа древнего красного мухамора в настоящее время уже не гипотеза, а теория. А теория, да, это такая гипотеза, которая пока еще не была фальсифицирована. То есть пока еще не была опровергнута ни одним из имеющихся фактов. Если мы пройдемся по некоторым древнейшим религиозным сооружениям Европы и Турции, Турция тоже когда-то была частью Византии, и там есть соответствующие церкви, капища, храмы, ну и по всей Древней Европе. Мы в витражах, в рельефах, фресках, колоннах, узорах можем увидеть изображение грибов. И в первую очередь красного мухамора. Здесь тоже есть своя конспирология, здесь есть сохранение сакральных знаний, которые, может быть, со временем были утрачены самим духовенством, но материальная культура, которая осталась, изображение в салтире, в древней, где все прямо совсем-совсем конкретно реализовано. И даже описание в некоторых апокриках конкретных чудес, которые произошли с участием мухамора. Очень наглядно показывают нам то, что этот гриб реально прошествовал через всю историю человечества, в том числе и как основатель той ветки религии, которая привела не только даже к христианству, но и к мармонизму. Вот что-то меня зацепило. Сейчас будем летиться. Так вот, не буду об этом рассказывать подробно. Если вам интересно... Это чего? Чаёк. А я думал то, что я подумал. Думать вредно. Спасибо. Ой. В нём жизнь... А чего я с ним стою? Ешь. Козлёночком станешь, так. Раз, раз. Раз. Не а, не... А теперь... А теперь... Так, я сворачиваю эту историю... Ю... Угу. Сворачиваю эту историю. Кому интересно, можно зайти на какой-то из моих сайтов или почитать какие-то мои книги, где приводится обширеннейшая библиография. К сожалению, пока ещё в основном не русскоязычная. Но я потихонечку буду исправлять и это. Сейчас мы переводим и издаём целый ряд классиков, начиная с самого Олегра. И, включая, Роберта Горбена Оссона и Джона Айлина, и Кларка Хайдриха, и Михаэля Винкельмана, всех тех великих и всё ещё не умерших наших современников. Это уже всё старые деты, но такие крутые, опытные, чтобы прямо одно удовольствие даже просто с ними переписываться, а не то, что и читать. Где всё изложено наглядно, читать это невозможно, на самом деле. Потому что, когда открываешь развороты этой книги, значит, вот там идёт, допустим, вот это круглое и красное, там-то звучало так-то, и пример на армейском. Блин, два абзаца. Из этого следует, что, значит, так-то и так-то, и пример там, на Древней Гречище, блин. Вот, но это работает. Короче говоря. Итак, давайте вернёмся на территорию нашей страны, к нашим племенам, чукчам, калякам, кетам, камчедалам и прочим, тем, кто на протяжении тысячелетий реально употреблял красный мухомор. Посмотрим, как это было у них и что из этого стало у нас. В норме красный мухомор, видимо, уже достаточно давно стал исключительной принадлежностью шаманства. Только шаман и в некоторых случаях его ученики имели право в определённый сезон года собирать красный мухомор. Для всех остальных людей этот сбор был табуирован и в некоторых случаях карался смертью. Именно поэтому вот это самое табу, жёсткое, которое давлело над сбором красного мухомора, дошло до наших дней в виде уже не запрета, а вот флёра, опасности. Просто даже подойти к этому грибу и до него даже страшно дотронуться. А почему? А, наверное, потому, что он ужасно ядовитый. А на самом деле просто сбор этого гриба в соответствующих регионах был жёстко запрещен для обычного населения. У шаманов существовала чёткая методика детоксирования красного мухомора. В принципе, она работает и сейчас. Суть детоксирования сводилась к тому, чтобы избавить гриб от иботеновой кислоты и получить максимальное количество мусомора. Соответственно, гриб собирался в августе, сушился при невысокой температуре, желательно на солнце. И после этого выдерживался не менее двух месяцев при доступе кислорода, после чего к концу осени, к дню солнцестояния осеннего, практически детоксированный гриб массово, с разрешения шамана, употреблялся населением. И это была кульминация осеннего праздника, который у чучи называлась Холома, и у кого-то ещё как-то. И это, ну вот приличный термин я даже не могу подобрать, часто заканчивалась массовой оргией. С мухоморами на нашем азиатском севере было по-разному. Например, на Камчатке их было очень много, у каляков поменьше, а меньше всего их было как раз у чучи. И именно у чучи возник самый жёсткий мухоморный кодекс. Чучи во многом аналогичны японским самураям. У них был тот же самый культ смерти, у них было блестящее вооружение, они были отменные воины. У них практически у единственных была броня костяная, у них были приспособления для метания копий. Они могли лежать в снегу сутками, выслеживая добычу или врага. И именно поэтому, как вы, наверное, понимаете, только о чучи у нас есть анекдоты. Анекдоты складывают о том, кого когда-то очень сильно боялись, а потом победили и боятся перелетая. Ни про коряков, ни про Камчаталов, ни про хетов, ни про кого нету анекдотов. Только про чучи. Чучи победили за два столетия. Было несколько глобальных битв, в которых наше казачество с саблями, пушками, мушкетами было разметано чучами. Чучи брали форты, чучи отнимали продовольствие, захватывали обозу с оружием. Это были очень и очень классные ребята. Так реально, как и они, на нашем, теперь нашем азиатском севере не сопротивлялся никто. А мухоморов у них было мало. И поэтому, когда вчера я рассказывал, что практически единственный гриф, за который шла война, это был кардицепс, за который сражались мауистские повстанцы, финансируемые Китаем с непальской регулярной армией, чтобы захватить эти южные склоны и, соответственно, стать контролерами вступления Аль-Кэша. Так вот, еще один гриф, за который реально шли сражения, это был красный мухоморов. Потому что чучи на каляках за красным мухоморовым ходили в набейки. Не за женщинами, не за мясом, не за еями, не за лодками, а конкретно за красным мухомором. Это был необычайный привод. Суть использования мухомора сводилась к тому, что шаман употреблял мухоморов сам. Делал он это после того, как кто-то обращался к нему в соответствующей проспу. Чем глобально, ну вы, наверное, представляете, да, отличается шаман от врача? Вот наш современный врач и шаман. В чем глобальная разница? Между прочим, эта разница впервые четко, и, наверное, сам не понимая, что он это сделал, как раз сделал Терренс Маккена. Он в нескольких фразах дал блестящую формулировку, отличая шамана от врача. Шаман лечит нас, используя, о, прошу прощения, врач лечит нас, используя что-то. Он колет нас у головы, дает нам таблетку. Если это психотерапевт, он садится и применяет к нам свои психотерапевтические знания. Шаман никогда ничего нам не дает. Когда ты к нему приходишь, он работает не с тобой, а с собой. Он себе применяет нечто, какой-то эндиоген или какую-то практику, которая эквивалентна использованию эндиогена, и, получив от тебя профильный вопрос, кто украл козу, чем болеет теща, или куда дальше гнать стадо оленей, уходит в свой шаманский мир и выдает после консультации с соответствующими профильными духами тебе ответ. В некоторых случаях это достигало очень серьезных масштабов и принимало интересные формы. Например, удыгейские шаманы, не адыгейские, а удыгейские, у них была вообще замечательная практика. Чтобы, как я про себя говорю, два раза не вставать, они собирали всех желающих до 20 человек и по очереди выучивали вопрос от каждого из них. Повторяли несколько раз, наизусть твердили, и после этого принимали очень приличное количество мухоморов, после чего отправлялись к себе в жилище, где укладывались спать. Этот сон продолжался от 4 до 7 дней. В это время либо жена шамана, либо его ученик поддерживали их оленьем или каким-то еще другим мясным бульоном, после чего товарищ вставал, снова собирал народ и каждому по очереди выдавал ответ на его вопрос. Очень интересная практика. Много чего могу рассказывать про шаманов, мухоморы и прочее, в том числе про использование пантерного мухомора, но глобально надо иметь в виду ряд общих положений. Мухоморы всегда использовались только сушеными. Было единственное исключение, и опять-таки у чучей, когда молодые охотники должны были пройти свое первое испытание и их с одним копьем выгоняли в лес, в тундру на несколько дней, чтобы они добыли своего первого заверия, им для затравки давали ножку или ножку с очень молодой шляпкой, самого маленького, еще не раскрытого мухоморчика. Потому что то небольшое количество мустомола и ботеновой вислоты, которая там содержалась, работала как энергетик и в силу своей малости, низкой концентрации, не уводила на следующей стадии. Вот, пожалуй, все. Других вариантов не было. Так, ну прямо столько всего хочется рассказать, но я понимаю, что тайминг. Поэтому давайте так. Еще, значит, если когда-то сложилась священная пара березы и мухомора, то в более поздние времена, примерно с тысячи лет назад и до почти наших дней, сложился интересный треугольник, а именно человек, мухомор и олей. Олень был частью священного триумферата, и на самом деле, скорее всего, именно благодаря оленям люди узнали о галлюциногенных свойствах мухомора. Это общеизвестно, что лекарственные и теогенные свойства грибов и растений были подсмотрены у животных. Точно так же, увидев, что делают, я бы даже сказал, вытворяют олени после того, как они наелись мухомора, любому здравомыслящему человеку тоже захотелось бы попробовать хотя бы маленький кусочек этого удивительного красного гриба. Поэтому, когда люди попали на север и увидели эту оленья мухоморную практику, они сразу все поняли. Олень под действием мухомора творит удивительное. Он не просто прыгает, он летает. Он прыгает на высоту двух своих ростов, машет копытами, и в том числе поэтому совершенно понятным становится, откуда-таки взялся Санта со своими оленями. Потому что летающие олени и мужик, надетый в красно-белый костюм, который спускается сверху через дымоход, чтобы чего-то принести и забрать, в зависимости от поведения ребенка, он настолько соответствует картине оленя в стадии мухоморного объединения и главы чуконской семьи, который осуществляет обряд посвящения Солнцу, когда к центральному шесту чума привязывается веревка, увежженная мухоморами, и он, держась за нее, ходит вокруг чума, а за ним паровозиком прицепляется вся семья, после чего, после нескольких колец вокруг жилища, эта веревка закидывается внутрь, а отец семейства поднимается наверх и по шесту спускается вниз, снимая мухоморы, то какого еще санту нам нужно себе воображать, просто трудно себе представить. Это те практики, которые вместе с нашими северными азиатами через Берлингов пролив перешли в Аляску и дальше так или иначе закрепились и трансформировались вплоть до современных североамериканских Соединенных Штатов, как их раньше называли. Олень в состоянии мухоморного объединения это очень интересная штука. Его не отваживались есть. Его иногда ели шаманы, потому что концентрация мустимора в мясе была столь велика, что это мясо имело смысл использовать как энтеоген. Для того, чтобы привести оленя в себя, его, особенно если он потырил сушеные мухоморы, или, кстати, как приручали оленей, мочу, человек или шаман, в первую очередь, съевший мухоморы, помочившись на снег, эту мочу собирал в кожаный мешочек, а дальше любой олень, чуя запах мухоморной мочи, мчался с любого расстояния, одомашнивался сразу. Вообще мухоморная моча, как аналог сомы, сома тоже отдельная история, с большой вероятностью связанная с мухомором, и это еще одна ветка религии, которая индуизм, буддизм, о природе сомы спорят до сих пор, и основные прецеденты на иру, это мухомор или конопля, но если мы посмотрим на распределение сомы по регионам, то становится понятно, что когда-то арии привезли, разделившись на две ветки, кто в будущую Индию, кто в будущую Иран, воспоминали о мухоморном культе, в те места, где опять-таки не было, или почти не было мухомора, дальше уже просто каждый бодяжил сому, по сохранившимся воспоминаниям, из чего было, и находили условно приборы для приготовления сомы, и с мухомором, и с коноплей, и с гармалой, и даже со споруньей, и с псевцебиновыми грибами, недавно в Южной Монголии было сделано находка. Так что, как говорят врачи, сома – это микс. Не буду подробно про сому, про это есть большая толстая книга Роберта Корбана Ворсона, она, кстати, переведена на русский язык и снабжена моими комментариями. Так вот, мухоморная моча была отдельной ценностью и отдельным способом употребления. Интересно то, что человек, съевший мухомор и помочившийся, выдавал продукт более эффективный, чем сам гриб. Моча, прошедшая первую фильтрацию через первую печень, в плане содержания мусцимола, который метаболизировался через 80 минут после его употребления, будучи выпитой, оказывало эффект лучше, чем просто съеденный гриб. И вот этот вот, я извиняюсь, мочевой цикл мог продлеваться на 4-5 человек. То есть ничего зря не пропадало. Никому отлив просто так не давали. Между тем, самым почетным считалось есть именно сам красный мухомор, потому что, ну, гриб – это круто. Да, моча – это эффективнее, но приобщиться к самому грибу это было особое таинство и ценилось больше всего. И богатые люди, денег-то там не было, да, но бартеры, естественно, присутствовали. И что только не отдавали за одну шляпку красного мухомора. В плохие времена, когда мухоморов было совсем мало, на Чукотке, за одну порцию мухомора отдавали от 3 до 5 рублей. Представляете, вскоре высока была сакральная ценность этого гриба. Всё. Не буду больше, потому что больше могу сколько угодно, могу сказки начать рассказывать, могу про мухоморных девушек начать говорить. Но давайте отнесём это, может быть, потом к области вопросов, кому, если будет что-то особенно интересное. Вопросы ещё не будут, ты чё-то ещё к этому. Вопросы? Нет, ну, типа, Вопросы я послушаю, конечно. Значит, сейчас вот, чего я хочу сказать. Смотрите, давайте придём к современности. Многие люди употребляют мухомора. Причём сейчас уже не только красный, а и бантарин. Я к этому пришёл уже, наверное, почти 10 лет назад. Как? И вот когда-то я учился в Тиберезовке, первые два года, перед тем, как пойти в МГУ на биофарк, я два года отучился в Тиберезовке. И нас называли агрономами на асфальте. И это было ударно. Вот точно так же я увлёкся этой темой, и я не знал ничего о мухоморе вообще в антогенном плане, тем более в плане, а как правильно его употреблять. Я начал изучать эту литературу. Я читал отчёты наших путешественников, Крушенинникова и других исследователей Сибири и Дальнего Востока, где описывались обряды, описывались способы и формы употребления красного мухомора. И начал это пробовать на себе сам. Мне, конечно, повезло. Повезло в первую очередь потому, что я спокойный, как долгый лев. А психосоматический статус употребляющего мухомора, в отличие от псалтибинового грибов, очень сильно влияет на то, каким путём пойдёт дальнейший мухоморный трип. Значит, вот сейчас и дальше, да, я говорю исключительно о боевых дозировках. Бывает дозировка до новичка начинается примерно с 3-5 шляпок, то есть где-то с 7-10 грамм. И в случае опытных пользователей может доходить до 15, до 20, до 25, но это уже как и в случае опытных психонавтов, да, взял себе 2-3 грамм, на сотни, вот здесь уже на десятки грамм. Я много чего не понимал, я читал, я пытался собирать какие-то обрывки слухов, пока совершенно неожиданно для себя я не обнаружил книгу Олварда Диксона, которая называется «Мистерии мухомора». Вот товарищ поработал совершенно классным и реально собрал обширное количество сведений и отчетов, он сам употреблял мухомор, естественно, описывал впечатления и эта книга стала для меня базовой. После этого я начал строить свои эксперименты гораздо более осмысленные и в итоге довел себя до полного понимания мухомора и сам начал проводить мухоморные ритуалы. Многие в связи с этим начали считать меня шаманом. Никаким, конечно, шаманом я ни в коем случае не являюсь. Если кто-то воспринимал меня как шамана или проводника, для меня это были просто полевые эксперименты. Я собирал данные. Я провел большое количество этих ритуалов и я видел все, чего только я не видел. про это мы сейчас поговорим. И последние два года то ли из-за ковида, а на самом деле нет, я больше не провожу мухоморные ритуалы, потому что мне просто банально перестало быть интересно. Когда в каком-то количестве последних мероприятий я понял, что ничего нового я уже скорее всего не увижу, ну как бы я сел систематизировать собранные данные. Да, нет. Что, Антон? Можно пока вопрос задать? Да, конечно. Как вы отличаете фейковые три приборта от нефейковых, если они хорошо, например, придуманы? В принципе у меня не было такой задачи, потому что я собирал материалы непосредственно от участников. Но в принципе, поскольку я сам через все это прошел, то есть любое несоответствие практически видно сразу. Я скорее всего отличу, если это просто не калька с чего-то предыдущего. Кто-то взял и что-то переписал своими словами, ну да, наверное не отличу. Но любой ляп системного порядка конечно найдем. Хуже слышно, да? Погромче можно? Миш, погромче нет? Немножечко. Вот, отлично. Так вот, что смотрите, кто-то решил, сейчас я вам набросаю картину, кто-то решил попробовать мухаммур. Типа меня. Первый раз. У него нету никакого учителя, не произошла передача данных. Передача данных вообще не может быть, потому что традиция, к сожалению, полностью прервана. Сейчас есть огромное количество самоназванных шаманов, начиная от городских и квартирных, и заканчивая до сибирских лесных, которые пытаются восстановить, или фальсифицировать, или еще каким-то любым другим образом применить эту практику, но реально, к сожалению, мы должны признать, что настоящая шаманская мухаммурная традиция прервана, потому что был достаточно длительный период, много поколений, когда не было шаманов, они были уничтожены. Плюс потом, это я еще говорю о периоде освоения казаками Сибири. Потом за оставшимися шаманами хорошо походилась советская власть, и в итоге то, что происходит сейчас, это всегда, в любом случае, новодел. Но это неплохо, это просто новый виток соответствующей формы шаманизма или каких-то неорелигиозных практик, и с точки зрения этой этноликологии, это интересно не менее, чем то, что было раньше. Так вот, когда вы съедаете впервые боевую дозировку красного мухаммурка, первый этап, который у вас наступает, это этап прилива физических сил. Это ощущается достаточно быстро и воспринимается исключительно круто. Старый дед может взять топор под первой фазой красного мухаммора и пойти завалить серьезные деревья. Он потом весь будет кряхтеть, разваливаться, не донесет этот топор до пол, он сам не поймет, зачем он это сделал, и тем более как, но он справится. Я однажды наблюдал, как в футбол играли молодые ребята, которые съели небольшое количество сушеного красного мухаммора. Ничего более занимательного в плане футбола в своей жизни я не видел. Как же они носились по полю, как они пытались попасть по этому мячу. Он летал куда угодно, кроме ворота, но самый кайф заключался в том, что они оторвали оба баскетбольных кольца, которые висели над воротами. Они погнули одну металлическую стойку в ворот. Я искренне считаю, что это можно было сделать только трактором, потому что это металлическая стойка, они ее погнули. И когда их всех отпустило, и они успокоились, они рассказывали, блин, вот это был матч. Какой блин пиле, какой рандо, как мы играем, что мы творили с мячом. Они попали по нему считанное количество раз. Но ребята были абсолютно счастливы. То есть их попустило чуть после первой стадии и довело до начала второй, на котором начинаются самые интересные преобразования. Вторая стадия очень короткая, и именно на этой стадии начинаются первые игры с реальностью. Значит, для девушек открою маленький секрет. Есть примерно 10-15 минут начала второй стадии, когда любой человек на любой заданный вопрос отвечает абсолютно честно. Абсолютно. Никакой пентатал, на антре, ничего не надо. Вот короткая стадия, 10-15 минут есть, если момент поймать, когда человек еще нет ушел, а только начал ходить, все выложит как на духу. Очень прикольно. А почему только для девушек? Хорошо, для всех. Мне не жалко, но просто обычно... А теперь повторим для мальчиков. Просто обычно реально этим почему-то девушки интересуются гораздо чаще. Может быть, мужики осторожны. И знают, что лучше не спросить, чем спросить. Так вот, после этого начинаются некоторые игры с пространством. В первую очередь, это выражается в том, что возникает эффект пазла. Вдруг неожиданно целые куски реальности начинают смещаться и перемешиваться друг с другом. Это не фракталы псилоцибиновых грибов, а реальный пазл. Если в детстве кто-то играл в пятнашки, когда одна свободная ячейка, и надо попередвигать циферки, чтобы они встали на свои места, квадратики. Вот прямо такими квадратиками или прямоугольниками все начинает передвигаться. Это очень прикольно. След за этим возникает, как правило, два эффекта. Первый это эффект расширения головы. И именно отсюда возникает то самое чувство, когда человек начинает идентифицировать себя как гриб. Потому что когда голову распирают в разные стороны, ты прямо понимаешь, что блин, я мухомор. Про это все писал в том числе Льюис Кэррол в своей «Алиси в стране чудес». Мужик явно знал, о чем писал. Потому что тут же параллельно этому возникает эффект так называемой макропсии и микропсии. То есть приближение чего-то очень далекого и отдаление чего-то очень близкого. У тебя рука может начать вытягиваться до горизонта, а ноги показаться как Алисе. Где-то очень-очень далеко внизу. И наоборот ложка с водой чайной может показаться морем бескрайним. И вот этот эффект, соответственно, почитайте, перечитайте вот этот кусочек Кэролова, там про откуси с одной стороны гриба, с другой стороны гриба. Там прямо ноль в ноль все изложено. В принципе, это тоже, кстати, исследовано. Мог бы про это рассказать, но он написал эту книгу спустя год после того, как один из скандинавских этнографов-путешественников, посетивший Камчатку-Чукотку, вернулся в Скандинавию и издал об этом книгу. Она быстро стала популярной. И вот через год после этого события Кэролу в том числе все, видимо, это было очень ему интересно, захватило. Так вот, после этого возникает эффект так называемого туннельного зрения. Это очень интересно. Когда человек видит только то, что находится непосредственно перед ним. Для того, чтобы вот как водитель, да, в лобовое видишь, а чтобы увидеть, что сзади или сбоку, надо повернуть голову условно, чтобы глянуть в боковое зеркало, да, то есть люди начинают совершать характерные движения, чтобы понять, куда лежит их путь. В этот же момент наступает эффект раздевания. Он гораздо больше присущ девушкам, чем юношам, хотя бывает, что мужики раздеваются тоже. Это выглядит гораздо менее презентабельно, но тем не менее. Человек часто стремится освободиться в начале второй фазы от любой одежды, и когда люди потом это объясняют, им хочется слиться с землей. Они же уже почти грипп, да, и они хотят расти из земли. Им мешает вот это все ощущение. Плюс мухомор, как сильный анестетик, по всему телу добавляет чувство холодка. И сюда как раз, кстати, восходит практика европейских ведьм, которые делали мухоморную мазь и применяли ее в раянках. То есть они ели мазь, смазывали мазью половые органы и смазывали мухоморной мазью тело. И вот представьте себе картину, обдолбанная мухомором баба, засунув между ног метлу, мчится по полю, и мухомору, как анестетик, как холодок, создает в нее ощущение обдувающего тирка, и она летит на шабаш. Вот все. А в голове своя реальность. Очень красиво. Прямо живо себе воображает картину. После этого мухомор начинает работать по-настоящему. Когда к нам летят нет? Нет? Когда мусцимул полностью овладевает нашим сознанием начинается самое интересное. Потому что в отличие от всех прочих энтеогенов, и вот тут как раз стоит упомянуть псилоцибиновые грибы, мусцимул это истинный галлюциноген. То есть он дает не иллюзии, как обычно псилоцибиновые грибы, а настоящие галлюцинации. По псилоцибиновыми грибами ты можешь видеть светящийся велосипед, но ты понимаешь, что мусцимул полностью погружает тебя в свою реальность, тот мир, в котором ты находишься, становится полностью настоящим. Ты перестаешь видеть вообще все вокруг. К зрачку можно поднести зажигалку, и зрачок не будет сужаться. Мозг полностью отключает все внешние анализаторы и показывает свою внутреннюю картинку. Именно поэтому для новичков нахождение в мухоморном мире столь страшно. И на самом деле есть мало чего столь страшного, как нахождение в мухоморном мире. Потому что одно из свойств мусцимола это уводить наше сознание в циклы. И очень часто эти циклы это реально длинные циклы. Цикл может быть некая цепочка событий, а может быть и жизнь. Ты можешь прожить целую жизнь, а потом вторую, а потом третью, иногда пятую, а я встречал даже семь раз. И очень часто каждая из таких жизней заканчивается смертным опытом. То есть ты умираешь. А поскольку ты не в состоянии понять, не то что понять, а даже задуматься о том, истинный этот мир, в котором ты сейчас находишься или нет, а он для тебя безусловно истинный, то ты умираешь по-настоящему. Это очень страшно. И подавляющее большинство людей, послушайте Вову Епифанцева, он очень живо, ярко и образно об этом рассказывает. И он честно рассказывает. Он был у меня на ритуале два года назад, осенью, и я ждал от него вообще всякого. И в итоге считаю, что мне повезло, потому что в принципе не то что как зайчик он оказывался, но с учетом его потенциалу вполне как зайчик. Так вот, невозможность вырваться из этих циклов это тоже одно из самых серьезных переживаний. В случае красного мухомора все еще не так напряжно, скажем так. Да, циклы, да, непонятно где-то и как, да, иногда происходит выныривание. И в этот момент очень важно, чтобы рядом с человеком оказался не просто ситр, да, поможник, который тазик там успеет подставить. Значит, для нечувствительных могу сказать, что продлеваться и обосраться во время мухоморного ритуала это вполне обыденное дело. Каждый второй через этот проходит. Так вот, да, это я не то, что накручиваю, это просто если вдруг, чтобы вы понимали, что это такое, это ни разу ты не бегаешь? Как правило, когда идет самая серьезная фаза, ты лежишь весь бледный, покрытый, холодным потом и остро галлюцинируешь. То есть, когда немножко попускает, и если ты еще в состоянии себя хотя бы отчасти контролировать, можешь дойти сам, тебя может довести ситр, но глобально ты просто не задумываешься об этом, потому что твой организм, твой дух, твое сознание занято совершенно другими делами, живет в своем мире и в общем ей не до общей и частной физиологии. Удивительно, что даже профессиональные шаманы, которые владеют любыми техниками контроля, но которые работают на других энтеогенах, не на мухоморе, испытывают ровно то же самое. Ни их якоря, ни духи-помощники, ни зовущие звуки бубна, ни умершие предки, которым они могли бы обратиться за помощью, не помогут им до тех пор, пока бустамонов их не отпустят. Я наблюдал совершенно прекрасную картину, когда под Таллином я проводил ритуал для местной русско- и не только русскоязычной публики, там было несколько практикующих шаманов, один из них, который на Лево-Ярске, а второй, который на каннабисе. Впервые употребляли мухоморы, говорили мне, Миша, ну, ты же понимаешь, мы тебе сейчас покажем. Вот ты говоришь там циклы, ты говоришь всякая фигня, сейчас мы тебе покажем, как духи-помощники работают, как ягамиар вставлять, как все остальное. С какой же радостью я наблюдал, как эти ребята, ну, надо отдать им должное, я впервые, и может быть даже первый и последний раз, на самом деле это было почти откровение. Еще одно из свойств красного мухомора и конкретно мусцимола, это то, что он заставляет проговаривать все испытывая е-мой е. То есть, если ты не совсем глубоко вырублен, да, и просто практически во сне путешествуешь по мухоморным мирам, то люди просто рассказывают то, что они видят, иногда интересно рассказывают, более того, довольно часто люди изобретают свой собственный язык. это невозможно передать, это звучит как совершеннейшее бракодабрование, на какие другие языки не похожее, но по эмоциям и по совершаемым жестам ты даже иногда примерно понимаешь, о чем в принципе идет речь. Я записывал несколько таких эскапад, и у меня есть много знакомых лингвистов, я много лет владел лингвистическим издательством, и в принципе более-менее разбираюсь в разных языковых группах, но никто, конечно, ничего не мог сказать, кроме того, что это полный бред. Ну, типа белка, это белка, язык называется белка, говорили мне, но белка совсем бессмысленная, это просто поток бреда, а здесь шло явное общение и анализ ситуации, но на каком-то своем удивительном языке. Так вот, эти шаманы, ведь, когда они погружаются в транс, да, у них все происходит в голове, общение с духами, путешествие по слоям реальности, и так далее, и так далее. А здесь все это было наяву и проговаривалось. Это было так круто, это просто нечем сравнить. Может быть, это вообще было впервые в истории, когда можно было наблюдать, как работает вербальная техника шамана вслух, то есть, как он представляет якоря, как он зовет друзей, знакомых, других шаманов, спрашивает у них, как он здесь оказался, как ему поступить. Все очень четко, очень логично, классно. не так, как любой из нас, обычный человек, человек, здоровый, многолетний, не владеющий определенной духовной практикой. И вот все это он выдавал в концентрированном виде, и несмотря на все его усилия, каждый раз он запретал в какой-то тупик, упирался в какой-то барьер, и пока спустя положенные пять-семь часов Муссимон его не отпустил, все его практики были ни о чем. Но зато он продемонстрировал, как это бывает изнутри на самом деле. Циклы, смерти, страшные впечатления проходят пять-семь часов, а иногда бывает прикольно, иногда случаются медленные мухоморы. Обычно после употребления порции проходит от получаса до полутора часов, когда запускают соответствующие стадии, и человек идет положенным путем мухомора. Но иногда, не знаю почему, не нашел пока объяснение, мухомор срабатывает медленно. И вот как раз в той ситуации под Таллином оказалось, это был единственный случай, когда я поехал на ритуал не со своими грибами. У меня мухоморы кончились, и мне одна моя знакомая тетенька из Владимирской области подкинула своих грибов уверяю, что грибы зашибенные. Ну, собственно, у меня не было повода не доверять, я их взял, но с некоторым таким напрягом, конечно, ну, выбора не было, привез туда, и вот, стали мы их пробовать. Не мы, а они, потому что, когда ты проводишь ритуал, ты не должен употреблять ничего, не только грибы, но даже водку. Надо терпеть, пока все не закончится. потому что контроль на ритуале это вовсе не то, что происходит с псилоцибиновыми грибами. Если в случае псилоцибиновых грибов возможно массовая терапия, массовый сеанс, и даже вполне известны случаи, когда люди испытывают общие одинаковые переживания, то в случае ритуала мухоморного каждый уходит в свое далекое-далекое. Не бывает ничего общего, каждый индивидуальный сам по себе. И перед началом ритуала ты должен каждого забрать в голову, прикинуть, чего от него ждать, когда его накроют, как его накроют. Ты должен быть в состоянии вовремя среагировать, потому что кого-то может быть понадобится и зафиксировать, а может быть даже связать, а может быть остановить попытку самоубийства, потому что попытки самоубийства достаточно регулярная вещь во время мухоморного ритуала. И это вызывается совсем не теми побуждениями, о которых можно было бы подумать. Некоторые люди вдруг остро понимают, что для того, чтобы вырваться из этих мухоморных циклов, им нужно вернуть в тело свою душу. А лучший способ возвращения тела в душу, это же совершенно очевидно, нужно убить тело, чтобы оно успокоилось и душа пришла в него назад. Или довольно часто случается, что люди представляют себе, что их душа оказывается в ком-то другом. Это вообще бардак. И опять-таки прекрасный способ позвать душу назад, это убить тело. И вот попыток самоубийства на мухоморном ритуале вполне себе случается. Я могу сказать, что видел их не меньше десяти. Самые прикольные были тогда, когда в ритуале участвовал профессиональный танцор, такой мелкий, жилистый, классный, маскулистый парень. Он совершал аж вот такие прыжки, пытаясь уйти головой в пол, потому что душа ему была нужна. Несколько раз мы его ловили, когда он разбегался, чтобы войти головой в стену, тоже оттаскивали. Я не пугаю, это нормально. То есть это не попытка самоубийства как таковая, это не тяга к суициду, вызванная какими-то психологическими отклонениями, а просто желание собрать все воедино, чтобы просто все было нормально. Так вот, когда, много чего могу рассказать по этому поводу, ну, давайте немножко подсоберем все это вместе. когда человек выходит из этого состояния, как правило, окончательному пробуждению предшествует достаточно длительный сон, который длится от двух до пяти часов, в тот момент, когда человек просыпается, самый кайф заключается в том, что он помнит все до мельчайших подробностей. И вот это ровно тот момент, когда к нему надо подбегать с диктофоном или с чем-то записывающим и задавать вопросы и писать, как по-любому исследователю. Потому что потом, чрезвычайно интересно, через пару месяцев еще лучше, через пол, через полгода. А почему с такой интересной регулярностью? Колонка сама получается. А я пока попью. А может это вопрос? А вы действительно рассказываете объем или вольте сроза или вольте? Это начиная примерно от 7-10 грамм. Ну и больше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok